Глава района Заурхамирсов провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В заседании штаба участвовали заместители главы района, представители Центральной районной больницы, Роспотребнадзора, МВД, руководитель комплексного центра социального обслуживания населения, главы сельских поселений. Участники штаба рассмотрели вопросы исполнения поручений прошлых заседаний и обсудили текущую обстановку на территории района. Ситуация остается напряженной, число заболевших продолжает расти. Сейчас важно усилить контроль за соблюдением масочного режима в местах массового скопления людей, на объектах торговли, а также продолжить разъяснительную работу среди населения о том, что пренебрежение мерами безопасности грозит ухудшением эпидемиологической ситуации, отметил глава района. В ходе заседания засушена информация о мероприятиях, направленных на предупреждение распространения заболевания, в частности, об эпидемиологической ситуации в районе, о мерах по профилактике коронавирусной инфекции, о работе межведомственных групп по мониторингу выполнения указок главы Республики Адыгея. Хочу обозначить, что есть решение оперативного штаба Республики Адыгея, где обозначено, что необходимо соблюдать всеми предприятиями торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, все ограничительные мероприятия, в том числе это социальное дистанцирование и масочный режим. На территории нашего района на сегодняшний день осуществляют деятельность 207 торговых объектов, в том числе и салоны красоты, это и СТО, и по другим видам деятельности. И на сегодняшнюю дату мы проверили их, уже, наверное, четвертый раз проверяем, 910 проверок было сделано с марта месяца, выписано протоколов у нас, получается, органами МВД составлено 9 и органами местного самоуправления 14. За прошлую неделю только два протокола было выписано, шесть объектов было проверено органами местного самоуправления. В части работы МВД доложить, что сотрудники МВД России и Кашкаврске на постоянной основе оказывают им содействие, и, естественно, они проводят профилактические мероприятия по отработке торговых точек, которые расположены по всей территории Кашкаврского района. За прошлую неделю нами выявлено, помимо работы, которую мы проводим вместе с межведомственной группой, мы еще отдельно сами проводим профилактические мероприятия, и за прошедшую неделю нами выявлено и зафиксировано 5 правонарушений, по которым собраны соответствующие материалы и направлены в суд. Сотрудники межмуниципального отдела готовы оказывать и в дальнейшем содействие и глупо вот этим межведомственным. О том, как обстоят дела в Натербовском пансионате для престарелых, рассказал директор комплексного центра социального обслуживания населения Сальман Малахов. Все вопросы, связанные с профилактикой коронавируса, необходимо держать на жестком контроле, чтобы не допустить его распространения. Поэтому ежедневно проводится работа с главами сельских поселений и различными структурами. Каждый житель должен помнить, что самое эффективное средство – соблюдение элементарных мер профилактики и самоизоляции. К ситуации необходимо относиться очень серьезно, не рассчитывая на то, что нас это не коснется. К сожалению, многие люди все еще безответственно относятся к сложившейся ситуации. Оперштабом района принято дополнительное решение об ответственности владельцев торговых объектов за нарушение масочного режима посетителями.